НАТО предложили консультации НАТО предложили консультации главы МИДов стран ОДКБ готовы снова сотрудничать с Альянсом 2. Газета «Коммерсант» номер 87 от 23 мая 2019 года, СТР 6. Министры иностранных дел государств, членов Организации договора о коллективной безопасности, ОДКБ, обратились с коллегами стран НАТО с предложением о сотрудничестве Соответствующее обращение было принято в Бишкеке на министерском заседании курируемого Москвой военно-политического блока В прошлый раз с подобными предложениями члены ОДКБ выступали в 2012 году, то есть еще до начала украинского кризиса И тогда Брюсселе инициативу не поддержал С подробностями из Бишкека корреспонденты «Твердый знак» Галина Дудина и Кабай Карабеков Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетил Бишкек второй раз с начала года В феврале он обсуждал там со своим киргизским коллегой Чингизом Айдарбековым и президентом Саранбаем Женбековым двустороннюю повестку Тем не менее 22 мая господину Лаврову пришлось провести аж три встречи с президентом Женбековым Сперва двустороннюю, затем вместе с министрами иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества ШОС и, наконец, с главами делегаций государств ОДКБ В обеих организациях Киргизия сейчас является председателем Символично, что председательство Киргизии в ОДКБ и ШОС совпало с 20-летием с момента проникновения на территорию республики отряда радикалов Это было первое боевое крещение ОДКБ Тогда организация оперативно оказала помощь и вытеснила этот отряд Но за 20 лет угрозы только усилились заявил твердый знак сопредседатель Клуба региональных экспертов в Киргизии Пекир Игорь Шестаков Он отметил, что подобные министерские встречи важны, чтобы консолидировать усилия стран в борьбе с региональным экстремизмом и ростом международного терроризма Причем в рамках обеих организаций главным гарантом безопасности выступает именно Россия А без обеспечения безопасности нельзя говорить об эффективности реализации экономических проектов, заверил Игорь Шестаков Почему сорвалось назначение нового генсека ОДКБ? Напомним, в ОДКБ входит Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, а также Армения и Белоруссия А в ШОС первые четыре страны плюс Индия, КНР, Пакистан, Узбекистан, у Белоруссии статус наблюдателя, а у Армении партнера по диалогу Но обсуждать и ДКБ в рамках ШОС было бы странно, так что министрам пришлось дважды Сперва по линии ШОС, а затем по линии ОДКБ провести церемонию приветствия, совместную фотосессию и затем, наконец, общие заседания Ключевые темы совпадали, хотя в ШОС страны участницы взаимодействуют также по экономическому и гуманитарному направлениям Основной сферой деятельности обеих организаций остается безопасность Перед утренней сменой министров стран ШОС стояла задача подготовить повестку июньской встречи глав государств Которая пройдет, также в столице Киргизии 13-14 июня В повестке около 30 вопросов, из которых два десятка готовы к подписанию, заявил твердый знак незадолго до заседания посоль Киргизии в РФ Аликбек Джекшенкулов По предложению киргизской стороны будет подписана Бишкекская декларация Владимир Соловьев о схватке Армении и Белоруссии за пост Генсека ОДКБ Кроме того, 22 мая в Бишкеке было одобрено открытое обращение министров иностранных дел государств, членов ОДКБ к министрам иностранных дел государств, членов НАТО об укреплении доверия и развитии сотрудничества В тексте обращения перечисляются направления, по которым возможно сближение, налаживание первоочередных контактов, в том числе на уровне секретариатов, создание механизма консультаций, предотвращение военных инцидентов Сформулированы конкретные предложения Будем надеяться, что в натовских кругах к ним отнесутся внимательно и какая-то реакция последует, сказал в связи с этим Сергей Лавров В прошлый раз с подобным обращением к западным коллегам министры стран ОДКБ выступили в 2012 году, еще до кризиса на Украине Тогда ОДКБ посчитали взаимополезным сотрудничать с НАТО по таким направлениям, как борьба с международным терроризмом и наркотрафиком Восстановление стабильности в Афганистане, реагирование на природные и техногенные катастрофы, обеспечение безопасности и эвакуация людей в кризисных ситуациях Впрочем, тот призыв в Альянсе проигнорировали, источник твердый знак в штаб-квартире НАТО тогда пояснял, что Альянс и так эффективно сотрудничает со странами ОДКБ на двусторонней основе Так что нет смысла сотрудничать на уровне структур А в ноябре 2014 года тогдашний гентек ОДКБ Николая Бордюжа объявила при остановке попыток восстановить отношения с учетом неконструктивных и зачастую враждебных действий со стороны НАТО по отношению к России и ОДКБ Продолжение следует...